Пока человек укладывается, мы можем ему немножко посмотреть, как ему ножек, во-первых, по тяжести, то есть поднимается, не поднимается, когда тяжелее, не тяжелее, но тоже можно определить, с какой можно начинать. Если, в принципе, конкретно на какую-то сторону жалоб не было, мы для себя можем немножко определить. И немножко в этот момент смотрим, насколько можно ножки сделать. Ну, там нам не так сильно нужно, да, то есть не надо, ну, ай, наш багаж. Так человек, ах, пришел, да. Так, чтобы у нас ручка поместилась. Иногда бывает, то есть потом спрашиваете, удобно, неудобно, потому что нет, говорит, неудобно, да, ну, будем исходить с того, что есть. То есть дальше вот у нее, вот это максимум, в принципе, что комфортно у нее бежать. Если я по душе или делать, это уже напряжение будет у него. Вот, в принципе, можно будет работать и когда мы вообще очень плотно, да, это мы тоже будем разбирать. Сейчас на самом семинаре пока, чтобы вам удобнее было даже практиковать, практически у всех на ширину плеч ножки спокойно становятся, и вы работаете. Все уже когда ложитесь, ножки на ширину плеч примерно, и так, чтобы нам именно технически хорошо отработать эту зону. А когда вы уже в своей практике, да, то можно вот таким способом немножко, если вы понимаете, что сегодня работать с ногами полностью будет, вот, либо уже будете тогда подстраиваться, если действительно там человеку неудобно. Я пока полностью воткрывать не буду, чтобы вам немножко видно было. Так, я сейчас начну, потом немножко тоже объясню. Так, с чего у нас начинается работа с ногами? С носков праздничных. Вот, это тоже, да, праздничных тоже у нас в том, врачок. На самом деле, вот вчерашняя работа наша, да, с грудной клеткой, это уже подготовительная работа, опять же, работы с ногами. И у многих у вас, вы вчера чувствовали, да, у кого-то проявлялось какое-то напряжение, либо наоборот, может, там легчество на юных ногах, может, наоборот, тяжесть проявлялась. Почему? Сверху напряжение снимается, базовое, и проявляется напряжение, которое следует за ним. Самое, самое сильное, как правило, это там у нас в ногах. Даже если люди приходят у вас и говорят, у меня ноги болят, то есть у меня там первичный, там, запрос, это работа с ногами. Но, если это, опять же, да, не свежее что-то такое, не случившееся травма, то в любом случае мы уже будем работать по схеме, как вчера мы говорили. Потому что напряжение в ногах разное. Просто даже чисто физически мы себя несем вверхом, что я вам уже говорил, да, то есть если у нас эта верхняя зона напряжена, то уже где-то в какой-то момент у нас есть затруднения в движении. Уже тяжелее где-то ходить. То есть где-то подняться тяжелее, встать тяжелее, да, потому что у нас вдоха нет хорошего, да, и уже где-то у нас идет ослабление. Пока там еще человек там молодой, активный, еще не так заметно, а когда уже более пожилые люди, да, вот это место как раз у них очень работает. Иногда достаточно снять напряжение с верхней диафрагмы, и у нас уже не бегают по лестнице, еще там ног с толком мы даже не доходим. Дальше. Есть еще напряжения у нас эмоциональные, психосоматические, которые точно так же у нас будут отражаться на ногах. Если у нас установка внутри, там, состояние, я не хочу куда-то идти или не хочу чего-то делать, у нас ноги никуда не пойдут. И потом начинается, ой, у меня ноги тяжелые, у меня ноги ломят. А когда начинаешь разбираться, да, то выясняется, что в принципе-то от того, что сам себе установку дал, что не хочу, либо там на какую-то там историю, ситуацию какая-то, да, что не хочу. И ножки не идут, действительно там будет напряжение. Но, опять же, если человек хочет с этим как-то справиться, мы точно так же прорабатываем грудную клетку, уже у нас какое-то напряжение эмоционально снимается. И уже после этого даже ножкам лимчат. Поэтому в любом случае все опять же упирается на сверх к респираторному дыханию, да, к состоянию грудной клетки. И то же самое, если у нас диафрагмальная зона напряжена, то именно уже поднимать ножки там повыше уже тяжело. Да, то есть вот, не знаю, там, именно там на подъем ножки тяжело. Ножки там до какого-то момента, они там идут легко, а дальше все, у нас уже упор. То есть если вы там потом поэкспериментируете, будете поднимать постанову медленно вверх, сгибая в коленки, в какой-то момент вы почувствуете, как у вас напрягается диафрагм. Соответственно, если там есть напряжение, да, то здесь тоже будет определенная сложность в работе. Плюс, в любом случае, если какие-то такие хронические заболевания, например, там уже как варикоз идет, то сколько здесь не работает просто с ногами, да, то есть нам это системное уже нарушение, поэтому опять же мы возвращаемся к работе грудной клетки. То есть в этом понятно, да, если что-то свежее вот недавно, там можно немножко запускаем процесс, да, и уходим, ну, делаем упор на ноги. А если это у нас какая-то уже хроническая история, либо давняя, в любом случае первично будет снять напряжение с грудной клеточки, и здесь работы уже гораздо меньше. То есть иногда достаточно бывает просто сеансы работы с грудной клеткой, и нам уже человек ходить легче, уже есть изменение. А дальше мы уже прорабатываем детально здесь, потому что, ну, было эмоциональное напряжение, ну, было, но если оно было длительное, то здесь уже тоже изменение, уже тоже напряжение чисто физическое, да, по тканям, и его уже отрабатываем. Снимаем напряжение, да, человек плеч. Зона голени, это вообще базовая зона работы с ногами, то есть чем бы человек ни пришел, не знает, болит попа, начинаем с голени, с башни, болят стопы, начинаем с голени. То есть это так же, как у нас вот первая зона грудной клетки, да, это у нас первая базовая зона для работы с ногами. И точно так же максимум напряжения снимается именно от сока. Вот вспомните, там, не знаю, там, ножки болят, там пришли после, не знаю, там работы трудного, там какой-то там устали, и хочется там их погреть, да, то есть мы греем, в принципе, ну, стопы, да, ну, и там, чуть выше, там, воды наливаем, там, у нас опять же голень там. Либо если, опять же, там, не знаю, напряжение какое-то, там бывает, там говорят, навод на погоду, либо еще какое-то состояние коленки там может быть. Ну, это практически зона то же самое, у нас идет голеностырный голень, и отсюда с этой же зоны точно так же будут отпускать зону коленки. Ну, соответственно, стопы, да, тоже. Субтитры сделал DimaTorzok